Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня мы продолжаем наше занятие по Евангелию от Иоанна, и мы будем читать 19 главу. И мы читаем с первого стиха и ниже «Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить Его, и воины, сплетши венец и стерна, возложили Ему на голову и одели Его в багреницу, и говорили, радуйся, царь Иудейский, и били Его полонитом». Блаженный Августин пишет, Иоанн же, прежде чем сказать, как Пилат отдал Его на распятие, упоминает вот что. Тогда Пилат взял и велел бить Его. Из этого яствует, что Матфей и Марк сообщали об этом событие, перечисляя Его, и что оно не имело места после того, как Пилат предал Его на распятие. Ибо Иоанн нам чётко сообщает, что всё это происходило тогда, когда Он, Христос, ещё был у Пилата. Другие евангелисты сперва оставили событие без упоминания, а затем напомнили о нём. О чём здесь рассуждает Блаженный Августин? Блаженный Августин рассуждает о том, что Пилат на самом деле он хотел ограничиться избиением Иисуса, потом показать избитого, чтобы вызвать жалость в народе по отношению к нему. А после этого отпустить его. Потому что Пилат понимал, что это какое-то недоразумение. Человека хотят казнить по каким-то надуманным религиозным обвинениям. А как мы знаем, римское общество, оно было очень толерантно в религиозных вопросах. То есть у них не было никаких претензий к другим религиям. И христиан они преследовали, кстати, не потому что те были религиозны, а потому что христиане не знали национальных и сословных границ. На собраниях у христиан сидели иудеи, евреи, греки, и люди разных сословий, сенаторы, рабы. Вот это не нравилось римлянам. А к любой религии они относились очень спокойно. Поэтому Пилат велел бить Иисуса до того, как его приговорили к казни. На этом настаивает Августин, именно отталкиваясь от текста Евангелия от Иоанна. Воины, сплетши венец и стерна, возложили ему на голову и одели его в багреницу. Багреницу мог одевать только император. И багреницу могли одевать воины императора. То есть облачение красного цвета. Простые люди не могли себе это позволить ни в каком виде. Давайте посмотрим, что пишет Климент Александрийский. Венок есть символ безмятежного покоя, потому и на мертвых возлагают венки на том же основании, и на идолов самим делом свидетельствуют о том, что они мертвы. Для того, кто живет хорошо, готов прекрасный венок из неувидающего цветка. Этот цветок не может произрастить земля, только небо способно подносить его. Кроме того, и неразумно нам, зная, что Господь был увенчан терниями, обвиваться цветами, словно бы насмехаясь над священным страданием Господа. Ибо венок Господа пророчески намекал на нас, некогда бесплодных и обвитых вокруг Него через церковь, которой Он есть глава. Но Он есть и образ веры, жизни через сущность древа, веселья через наименование венца и опасности через терния. Итак, на голову ему возложили венец из терна, его одели в багреницу, чтобы надсмеяться над ним, и говорили «Радуйся, царь иудейский!» и били его по ланитам. В понимании учителя церкви Оригена терновый венец, одетый на голову Спасителя, это есть образ наших грехов. потому что все, что связано с телом Иисуса Христа, относится к церкви. Поэтому терновый венец, который впивался в голову Господа и в его лицо, это символ грехов, которые мы совершаем. Ориген настаивает на том, что грех, совершенный верующим человеком, это и есть терний, который вонзается в саму голову и в само лицо Господа. Исследование Туринской площади показывает, что тернии были свиты таким образом, что они образовали как бы шапку. То есть это было соединение нескольких терниев, не как вот венок в таком классическом виде, а как некая шапка. И все это надели на голову Христа, именно не как венец, а как некую такую шапку, корону. И это касалось головы, это касалось лица, и кровь истекала с головы Спасителя на его лицо, по его лицу, капала на грудь. Пилат опять вышел и сказал им, вот я вывожу его к вам. То есть Пилат надеется, что после такой экзекуции они увидят Иисуса Христа в таком осмеянии, в таком уничижении, как уже понесшего наказание в собственной крови и жалються над ним. Вот я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нём никакой вины. Тогда немножко непонятно, если он не находит никакой вины, а почему он тогда подверг его пыткам? На самом деле, это обычная процедура дознания в то время. И человека могли пытать по подозрению, а потом определить, виновен он или нет. Считали, что если допрашивать без пытки, то показания человека могут быть очень сомнительными, а если применить какое-то наказание, незначительное, то показания будут более достоверны, а потом можно будет принять решение, виновен или нет. Итак, Пилат, язычник, не находит никакой вины в нём. Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багренице, и вот в этой красной мантии, которая символизирует как бы смехотворное царское достоинство, и в этой короне из терна. И сказал им Пилат «Се человек». Что означает «се человек»? Пилат как бы говорит, то есть, вот он перед вами. Возможно, Пилат надеялся, что обвинители проявят жалость к Иисусу. То есть, он как бы говорит, вот этот человек, мы его допросили, мы допросили его с пристрастием, по-моему, хватит с него, и его можно отпустить. Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали «Распни, распни его!» Что происходит с этой толпой? «Увидев кровь на лице, на груди Господа, которая стекала от терниев, на руках его бичевали, на спине, на груди его бичевали, толпа не проявляет жалости. Вид крови, наоборот, разгорячает эту толпу и прежде всего первосвященников». Первосвященник по-еврейски Коэн Годоль, верховный священник, это особые люди, которые отвечали за весь народ Божий. на груди они носили специальную такую табличку, на которой были имена каждого колена и обозначение каждого колена в виде некого драгоценного камня, то есть такой человек, Коэн Годоль, он как бы носил на своей груди весь народ. Талмуд донес до нас высказывание, что если бы какой-нибудь Сангидрин, то есть Синедрион, вынес бы решение о смертном приговоре, то этот Синедрион назвали бы кровавым Синедрионом. То есть иначе говоря, они выносили оправдательные приговоры, если наказывали, то это было что-то незначительное. Вынесение смертного приговора это очень редкий случай. очень редкий случай. Итак, Пилат говорит «сей человек». Но в этих словах есть что-то такое символичное. Человек – это собственное имя Адама, потому что Адам и означает «человек». И Кирилл Александрийский в своих комментариях на Евангелии от Иоанна пишет «как в Адаме в одном он, сатана, победил целую природу человека, соделав ее носительницею греха, так и сам теперь побеждается от нее, ибо человек был спаситель, хотя и Бог по природе, не имевший греха, и как осуждение вследствие преступления через одного первого совершилось над всеми, то есть через Адама грех коснулся всех, точно таким же конечным образом и благословение вследствие оправдания Христа через одного, то есть Христа Иисуса, второго Адама простирается на всех, то есть по сути дела Пилат сказал «се Адам», потому что человек это по-еврейски есть Адам, то есть «се новый Адам», и апостол Павел развивает в своих посланиях эту тему, что есть два Адама, Адам перстный, это Адам, который был создан перстами Бога из праха земного, и Адам небесный, человек с неба, Господь наш Иисус Христос. «И как через грех одного, через преступление одного, грех наполняет весь мир и делает всех преступниками, так и праведностью и страданиями одного осуществляется спасение многих». «Но толпа, разгоряченная видом крови, она кричит «распни, распни его». Святитель Иоанн Златоуст в своих гамильях на Евангелии от Иоанна пишет, Пилат от одних слов хотел отпустить его, а они настаивают, говоря «распни». Но почему они старались подвергнуть его такой смерти? Потому что это была самая позорная смерть, опасаясь, как бы впоследствии о нем не осталось какой-нибудь памяти, они стремились подвергнуть его проклятой казни, не разумея, что препятствиями возвышается истина. То есть и иудеи и дьявол все делали для того, чтобы Христос был распят. Для чего? Чтобы подвести Христа под проклятие закона Божия, в котором сказано «проклят висящий на древе». «проклят висящий на древе». И они думали, что это очень важно. Если он будет повешен, никто не будет ему поклоняться. Потому что смерть на древе считалась проклятием в те времена. Но мы поклоняемся именно Христу и проповедуем именно Христа и притом распятого, на чем настаивает апостол Павел. И крест – это висельница, позорная казнь в понимании античных людей становится для нас орудием на дьявола, данное нам, которого трепещут все силы зла. И евреи думали, что если Христос умрет такой смертью, то его почитание вскоре прекратится. Потому что в их понимании Бог не может допустить для праведника, циадика такую смерть на кресте. Это же мог думать и дьявол. Но реальность была совсем другой. Именно вид распятого Христа всклыхнул сознание всего рода человеческого. И перед знаменем Христа распятого на кресте преклонялись императоры, короли, цари, князья, разные народы, самые разные народы. то есть дьявол и иудеи, они потерпели урон в своем этом замысле. Итак, Пилат говорит им, возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины. Здесь как бы некий сарказм в этих словах Пилата. Они не могут его взять и распять, потому что римская власть только она могла признавать смертный приговор или не признавать и осуществлять смертный приговор. а порабощенные римлянами народы этого права не имели. Поэтому Пилат как бы говорит, вы смеетесь над ним избитым, оплеванным. А что вы за народ? Что вы за государство? Вы не имеете возможности даже взять преступника и казнить его. Даже это право у вас отнято. В глазах всех народов вы посмешище. вы лишены права суда. Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины. Иудеи отвечали ему, мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя сыном Божиим. Вот здесь, конечно, Пилат мог испугаться. вот иудею поверить в то, что человек может быть сыном Божиим очень сложно. А римлянин очень легко, потому что в понимании римлян, язычников их мифология считала, да, может быть сыном Божиим. потому языческие боги в их мифологиях они вступают в какие-то беспорядочные связи с разными женщинами и рождаются сыновья этих богов на земле. И когда иудеи называют эту вину Христа, они думают, что это очень серьезное обвинение. Но в глазах Пилата это все как раз наоборот. Это может заставить его задуматься. И мы читаем восьмой стих Пилат услышав это слово больше убоялся. Больше это значит уже до этого он чего-то убоялся. А чего он мог убояться до этого он видел Иисуса. Он коротко беседовал с Иисусом и Иисус произвел на него какое-то неизгладимое впечатление. И мы знаем, что жена Пилата присылала сказать ему Пилату, чтобы ничего не делал этому праведнику, потому что в эту ночь она много пострадала от него. он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божьим. Иоанн Золтаус пишет, но как же, когда судья сказал, возьмите его и по закону вашему судите, вы говорили, нам не позволено предавать смерти никого, а теперь прибегаете к закону и заметь обвинение, потому что он сделал себя Сыном Божьим. Разве это преступление? Скажи мне, когда тот, кто совершает дела, свойственные Сыну Божию, называет себя Сыном Божьим. Что же Христос, когда они так разговаривали между собою, он молчал? Исполняя пророческое изречение, не отверзает уст своих, в смирении его суд над ним был воздвигнут. То есть Христос ведет себя самым смиренным образом и Пилат напуган. Тот же Золотаус пишет, Пилат испугался, услышав от них, что он сделал себя Сыном Божиим и устрашился, как бы сказанной не оказалось правдой, и он не оказался преступником. Иудеи же, зная это, как из слов, так и из дел, не ужасались по тому, что происходило, но умершвляют его за то, что за что подобало поклоняться ему. И так Пилат испытывает страх. Еще больше боялся. И опять вошел в приторию и сказал Иисусу, откуда ты? Но Иисус не дал ему ответа. Христос молчит. Почему Пилат спрашивает, откуда ты? И почему Христос молчит? Пилат хочет понять, а что это за человек? Откуда его он? А может быть, он не еврей. Он испытывает страх, как бы ему не обмануться, и какое-то внутреннее предчувствие, что это не рядовой какой-то случай. Это значит, Христос произвел на него какое-то сильное впечатление. Ориген в своем комментарии на Евангелие от Иоанна пишет о молчании Бога Слова. Поскольку он, Христос, говорит, то никто из злоумышлявших против него не схватит его, но если умолкнет, будет схвачен. Отсюда, поскольку он желал претерпеть ради мира, то допрашиваемый Пилатом и бечуемый молчит, а если бы говорил, то не случилось бы ему быть распятым в немощи, потому что нет немощи в том, что говорит слово или слово умолкает. Иными словами, в понимании Оригена, если бы Христос начал бы оправдываться, мы знаем, что Христос говорил силою, не так, как книжники и фарисеи, и это отмечал простой народ, что Христос говорит силою и властью, но он молчит. Он ведет себя, как безгласная овечка, которая ведома на заклание. Роман Сладкопевец в своих песнопениях «Это кондак на страсти Христова» пишет «Безгласно стоял гремящий, без слова было слово, ибо если он издавал глаз, то непобедим был, и побеждая не распинался, а Адам чистее не спас себе». То есть, если бы Христос уклонялся от страданий, а это бы произошло, если бы он начал говорить, он этого не делает, потому что да, он не спас бы Адама, первого человека, и в его лице всех нас. Пилат спрашивает «Откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа, Пилат говорит ему «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше, посему более греха на том, кто предал меня тебе». Здесь Христос указывает на то, что большее преступление ложится на сам еврейский народ, потому что они предали его, Христа, отдав его в руки язычников, что являлось грубым нарушением галахического правила, что евреи ни по какому обвинению нельзя давать в руки ни евреев, то есть язычников. Этими словами Христос показывает, что даже таким тиранам, как Пилату, власть дается от Бога или попускается от Бога. Он говорит, «Если бы не было дано тебе свыше, ты бы не имел никакой власти, а если ты имеешь, то Господь тебе ее дал». То есть она пристекает свыше. Как и в послании к римлянам апостол Павел пишет, что всякая власть от Бога. Почему? Разве власть тиранов также является властью от Бога, как и власть мудрых управителей? Да. Дело заключается в том, что если мы ведем себя правильно, то как благословение Божие нам даются правильные правители, которые во благо нам управляют нами. А если мы ведем себя неправильно, то в наказание нам даются правители, которые начинают жестоко управлять нами. Или даже может быть один правитель, который сначала хорошо управляет нами, потом, так как мы меняемся в худшую сторону, он начинает плохо управлять нами, потому что сердце царя в руке Божьей, сказано в Писании. И Господь может ожесточать сердце правителя или смирять его, как мы это видим в случае с фараоном египетским и десятью казнями. С этого времени Пилат искал отпустить его. Во-первых, Пилат понял уже четко, что все не так просто. иудеи кричали, если отпустишь его, ты не друг кесарю, всякий делающий себя царем противник кесарю. То есть власть на царство, на первосвященнический престол в то время получали только согласие римского императора. И Пилату это ставят на вид. Ему это все напоминают. Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище на месте называемом Лифостротон. Что такое Лифостротон? Это каменный помост, с которого прокуратор обращался к толпе. Гавафа – арамейское слово, означающее возвышенное место. То есть он садится на месте называемом Лифостротон, а по-еврейски гавафа. Гавафа – возвышенное место. И, кстати, слово Галгофа, однокоренно из Гаафа, потому что Галгофа переводится как гора черепа. Гора черепа. А Гавафа – это возвышенное место. Что означает, что Пилат садится на Лифостротон? Это означает, что все, что он говорил до этого, он говорил просто как человек. А когда он садится на это место, он уже действует как прокуратор. И теперь все, что будет сказано, будет сказано от лица римской власти и от лица императора. Потому что Пилат представляет здесь власть Рима и императора. «Тогда была пятница перед Пасхой и час шестой и сказал Пилат иудеям «Все царь ваш!» Но они скричали «Возьми, возьми, распни его!» Почему Пилат говорит «Все царь ваш!» Христос стоит избитый, оплеванный в комической одежде как бы императора. Это странная такая комическая корона в виде терниев. И Пилат спрашивая, то есть не спрашивая, а говоря «Все царь ваш!» он как бы вопрошает «Неужели вы думаете, что этот человек на что-то претендует?» Его жизнь висит на волоске, на что он может претендовать? Блаженный Августин пишет «Нет власти не от Бога». Иисус учил, что тот более согрешает, кто злодейски невинного предает на убийство власти власти, нежели сама власть, если эта власть убивает его из страха перед другой властью, которая выше. Вот такого рода власть Бог дал Пилату, дабы и сам он был под властью Цезаря. То есть положение Пилата, оно более благоприятное, чем положение еврейского народа, который начинает злодействовать, наузкивая римскую власть на Христа. Кирилл Александрийский, продолжая развивать эту тему, пишет «Свыше же дана, говорит, власть Пилату, не так, чтобы Бог и Отец возлагал на собственного Сына невольные страдания на кресте, но так, что Сам Единородный отдавал Себя страданию за нас при соизволении Отца на совершение этого таинства над Ним. Итак, под дарованием здесь ясно разумеется, и так называется согласие и попущение Отца и само желание Сына действительно не подлежит никакому сомнению, что толпа не захватывала власти Спасителя, не восхищала ее. То есть воле Христа было или идти на казнь, или не идти на казнь. Он избирает первое. Тогда была пятница перед Пасхой и час шестой и сказал Пилат иудеям «Все царь ваш». Но они закричали «Возьми, возьми, распни его». Пилат говорит им «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали «Нет у нас царя, кроме Кесаря». Тогда наконец он предал его им на распятие и взяли Иисуса и повели. Вот когда они кричат «Нет у нас царя, кроме Кесаря», они отвергают власть подлинного царя-царей, которого Пилат по какому-то внутреннему вдохновению называет их царем. И действительно он потомок Давида, как Сын Божий, он действительно царь царей, истинный Мессия, Мелох, царь. А они говорят «Нет у нас царя, кроме Кесаря». То есть отвергая Мессию, подлинного Мессию, они провозглашают над собой власть Кесаря. И пройдет всего немного времени армия Кесаря окружит Иерусалим, будет осады Иерусалима, в Иерусалиме начнется страшный голод, и римляне дадут приказ убивать всех евреев, которые будут убегать из осажденного города, причем их распинали на крестах и ставили на виду людей, которые защищали Иерусалим, и видели их с городской стены. И когда евреи смотрели на этих многих распятых других евреев, о ком же они вспоминали об этом одном распятом? Когда они кричали «Нет у нас царя, кроме Кесаря». Отвергнув царя царей, они пожали то, что заслужили, мера за меру. Это национальная трагедия Израиля, настоящая национальная трагедия. Но мы не можем целиком вот эту вину переносить на еврейский народ. Почему? Потому что Христос умирает за грехи всего мира. Он умирает за твой и мой грех, за грех каждого из нас. И мы такие же соучастники заговора против Иисуса, когда своими грехами и ныне, на чём настаивает Ориген, мы издеваемся над ним и распинаем его. И так иудеи кричат, если отпустишь его, ты не друг кесарю, всякий делающий себя царём противник, кесаря. Это политическое обвинение. Блаженный Августин в трактате «Согласие евангелистов» пишет, это обвинение согласуется с тем, о чём сообщает Лука относительно сказанного иудеями против Иисуса. После слов мы нашли, что он развращает народ наш, он добавил и запрещает давать, подать кесарю, называя себя Христом царём. Это политическое обвинение, Христос не запрещал давать налог, подать на кесаря, он наоборот говорил, кесарю отдайте кесарево, а Богу отдайте Божие. Итак, после всех этих слов обвинений уже Пилата, что он не друг кесарю, если он защищает человека, который запрещает давать подати, а это явная клевета, Пилат вынужден утвердить смертный приговор, и он отдаёт его на распятие. И взяли Иисуса и повели. И далее мы читаем «И неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа, Лобное объяснял, когда Адам умер, первый человек, то люди не знали, что делать с телом, они его положили на этой горе, и солнце было очень жарко, стало печь, и салба стала сползать кожа. И это место назвали Голгофа, или Лобное место Гора Черепа, то есть обнажённого Черепа, обнажённого в лобовой части. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. По закону римскому человек должен был нести орудие казни, человек, приговорённый к смерти, сам на место казни. Там распяли его и с ним двух других по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. События, связанные с Голгофой, это, наверное, самые трагические события в истории всего рода человеческого. И Христос, который несёт на Голгофу крест, он напоминает нам о другом человеке, тоже молодом человеке, которого звали Исаак, и которого собственный отец Авраам хотел принести в жертву. И Авраам положил на плечи его дрова, древо, и они пошли на гору. И Исаак нёс дрова для собственного жертвоприношения к тому месту, где Авраам должен был заколоть Исаака и сжечь его. В Исааке тогда находился весь еврейский народ и Христос, который по плоти сын Давидов сын Авраамов. Если бы Авраам убил бы Исаака, то в его лице он умертвил бы всю еврейскую нацию. Но тогда Бог остановил это человеческое жертвоприношение и сказал «Ягвы Иры», то есть Господь усмотрит другого Агнца. Таким образом, Исаак, который нёс древо на гору жертвоприношения, он символизировал собою Христа, был иконой Христа, который восходит на Голгофу. Следовательно, Иисус и есть тот, о котором сказано Яхве Иры, Господь усмотрит себе Агнца, Он усмотрел его в Сыне Своем, Господе нашем Иисусе Христе. Тартулян пишет «Древо нёс на собственное жертвоприношение Исаак, сын Авраама, когда Богу было угодно, чтобы он был принесён в жертву. Но это было таинство, которым предстояло полностью совершиться во времена Христа. Потому Исаак и освобождён был от древа, когда овен, запутавшийся в чаще своими рогами, был принесён в жертву вместо Исаака. Христос же нёс крест свой на плечах, касаясь рогов креста, венцом из шипов, окружавшим его голову, ибо он избрал стать жертвой за нас». Подобно пишут и Климент Александрийский и Иоанн Златоуст пишет «Они возложили на него крест, как на уже осуждённого, ибо считали его столь дурным предзнаменованием, что даже воздерживались от прикосновения к нему. Так было и в прообразе, ибо Исаак нёс дрова, но когда всё дело, но тогда всё дело ограничилось намерением Отца, ибо то было прообразом, а теперь всё исполнилось на деле, потому что это была истина». Апостол Павел так и пишет, закон – это тень будущих благ, а тело во Христе. Что происходит далее? Прежде чем мы к этому перейдём, прочитаем ещё комментарий Оригена. «Но не только Спаситель должен был понести свой крест, но и мы также должны нести его, исполняя природу нашу, служение, началу нашего спасения. Однако мы не можем взять его крест так же, как свой, ибо только Иисус может взять свой крест и понести его». То есть мы не способны свой крест нести, то есть свои болячки переносить. А что же говорить о кресте, который нёс сам Спаситель? На нём были грехи всего мира. Пилат же написал и надпись и поставил на кресте. написано было «Иисус Назарей царь иудейский». Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распятый Иисус, было недалеко от города и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. Вот только на основании этого в древние времена существовало такое представление у христиан на западе и на востоке, что читать Священное Писание можно или на еврейском, или на греческом, или на латыни, на римском. Почему? Потому что сами буквы этих языков были освящены кровью Христа, ибо сделали надпись на этих языках. Так вот равнопостыльные братья Кирилла Мефодий позаботились о том, составляя славянскую азбуку, чтобы в нашем алфавите были буквы из еврейского, из греческого и из римского алфавита. и мы имеем греческие буквы в нашем алфавите, мы имеем латинские буквы, еврейские, еврейская буква это Ш, она по надписанию соответствует еврейскому надписанию этой буквы. Таким образом, Кирилл и Мефодий позаботились о нас славянах, чтобы в нашем алфавите вот те буквы, которые использовались там на Голгофе, они присутствовали бы и в нашем славяно-русском алфавите. Первосвященники же иудейские сказали Пилату не пиши царь иудейский, но что он говорил? Я царь иудейский? То есть зачем ты пишешь то, что он говорил? Пилат отвечал что я написал то написал. То есть он ничего не хочет исправлять. Воина же когда распяли Иисуса взяли одежды его и разделили на четыре части значит было четыре воина. Каждому воину по части и хитон 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 же был не сшитый а весь тканый сверху. А где мы об этом еще читали? Сказано, что хитон первосвященника должен быть не сшитый а тканый весь. То есть Иисус Христос умирает на кресте как истинный Коэн Годоль то есть наш первосвященник. И апостол Павел эту тему развивает в послании к евреям. Мы имеем такого первосвященника который входит во святая святых не с кровью козлов агнцев и тельцов а со своею собственную кровью. Предание устанавливает что кровь стекала прямо на голову Адама. Давайте посмотрим что пишет Ориген. Слова о лобном месте имеют не случайный смысл поскольку умер тот кто должен был умереть за людей. До меня дошло еврейское предание что тело Адама погребено там где был распят Христос. И так как в Адаме все умерли так во Христе все оживут потому что на месте называемом лобном то есть на месте головы голова человеческого рода находит воскресение с целым народом через воскресение Господа Спасителя который там пострадал и воскрес ибо было бы несуразно если бы в то время как многие от него рожденные приняли прощение грехов и достигли благословения воскресения сам отец всякого человека то есть Адам не достиг бы этой славы. Подобно пишет и ироним Стридонский предание согласно которому в этом месте погребен Адам притягательно и для уха приятно однако оно как бы не соответствует истине места где осужденным на смерть отсекали головы позже получившие название лобных находились за городскими воротами мы же читаем в книге Иисуса сына Навина что Адам погребен был у Хеврона в Арбе здесь действительно есть некое такое несовпадение и оно связано скорее всего что было оно было связано скорее всего с тем что было перезахоронение Адама и часть его останков остались на горе Голгофа и голова Адама изображается под крестом а часть действительно была перенесена в Хеврон и там находилась в связи с Хевроном вспоминается событие что когда к Аврааму пришли три странника три ангела которые были иконой Святой Троицы Авраам решил принять их в свой шатер накормить как гостей и он побежал за теленком чтобы заколоть его и приготовить а теленок стал от него убегать как учат предания и убежал в Хеврон и залез в пещеру это была та самая пещера Махпела где по преданию был похоронен Адам и Ева или перезахоронены и когда Авраам зашел в эту пещеру как очень древнее предание он увидел какой-то свет Махпел это значит двойная пещера и когда он пошел на этот свет он увидел гробницу в которой лежали Адам и Ева когда Адам и Ева почувствовали что пришел такой праведник как Авраам они встали из гроба и приветствовали Авраама Авраам приветствовал своих прародителей поклонился им до земли они стали расспрашивать Авраама как там живут наши потомки и Авраам рассказал им что успел а Ева очень хотела вылезти из пещеры и посмотреть как же живут там ее потомки и Авраам с трудом уложил ее в гроб с невероятными усилиями потому что наша праматерь была очень любопытная таким образом мы видим что Ориген придерживается одной традиции преданий а ирониям немножко другой но Василий Великий тоже пишет пролобное место что это то самое место где а был изначально похоронен Адам и далее мы читаем и так сказали друг другу не станем раздирать его то есть хитон который соткан сверху символ пересвященческого служения Христа а бросим о нем жребий чей будет да сбудется реченное вписание разделили ризы мои между собой и об одежде моей метали жребий так поступили воины и так воины говорят друг другу не станем раздирать его а бросим о нем жребий чей будет а евангелист Иоанн пишет да сбудется реченное писание разделише ризы мои между собой и об одежде моей бросали жребий то есть это тоже было предсказано где это было предсказано это Псалом 21 19 так поступили воины при кресте Иисуса стояли матерь его и сестра матери его Мария Клиопова и Мария Магдалина Иисус увидев матерь и ученика тут стоящего которого любил вот опять мы видим скромность Иоанна Богослова он о себе пишет в каком-то третьем лице это уже не первый раз и ученика тут стоящего которого любил говорит матери своей жено все сын твой потом говорит ученику все матерь твоя и с этого времени ученик сей взял ее к себе что что делает Христос Христос продолжает соблюдать закон Божий ведь он сказал что я пришел не нарушить закон но исполнить его какую заповедь он исполняет в этот момент почитай отца и мать он почитает свою мать заботой о ней она остается одна и теперь ее сыном становится Иоанн но здесь есть другая тайна во первых непонятно почему он называет ее жену жену он указывает как учат святые отцы на пророчество из книги бытия которое прозвучало прямо в раю помните первое евангелие где говорится что от семени жены то есть без участия мужского семени придет тот который сокрушит главу змея а змей будет жалить его в питу и вражду положу между тобою то есть змеем дьяволом и женой между семенем твоим это последующий дьяволу и семенем ее семя жены жена это и церковь пресвятая дева Мария оно семя жены это уже как об одном то есть он будет поражать тебя в голову а ты будешь жалить его в питу пита это слабое место у христа слабое место это человеческое плоть которую терзают изничтожают умерщвляют и так христос проявляет заботу о своей матери то есть он исполняет заповедь прямо на кресте но когда он говорит жену он напоминает что об этом уже было сказано она дева но употребляет слово жена чтобы напомнить пророчество в лице Иоанна Богослова там присутствовал весь народ Божий вся церковь и когда он говорит взором указывая на свою мать все мать твоя он говорит и каждому из нас что мы при кресте усыновлены Деве Марии не больше не меньше а посмотрев на мать и указав ей взглядом на Иоанна а в его лице на всех нас он делает ее матерью нашей поэтому христианином может быть только тот который принимает Марию в свой дом как Иоанн Богослов принял ее в свой дом то есть в свое сердце и трудно назвать христианами даже тех верующих в Иисуса Христа которые не почитают Деву Марию далее происходит следующее после того Иисус зная что уже все свершилось да сбудется Писание говорит жажду о какой жажде идет речь Иоанн Дамаскин пишет о жажде Бога человека и так если он возжаждал как Бог и отведав не хотел пить то следовательно он был подвержен страсти как Бог поскольку и жажда и вкушение страсть если же не как Бог то он непременно был способен хотеть как человек то есть Бог бесстрастен Бог не жаждет Бог не испытывает мук и тот же Дамаскин пишет на кресте страдало и умерло то что могло страдать и умереть поэтому непосредственно к Христу как Богу это не относится а если относится то в каком смысле совершает дело искупления всего рода человеческого Христос жаждет чтобы все приобщились к значимости его искупления когда объявлялась амнистия во всем Израиле когда умирал первосвященник Хитон указывает на его первосвященческое достоинство и когда Иисус умирает на кресте полная амнистия всему миру все долги прощены по закону Божию когда Иисус умирает солнце скрывает свой лик а в книге Левит мы читаем солнце зайдет и очистишься очистишься имеется ввиду что какая бы скверда не была на человеке он должен омыться а до захода солнца он не чист а солнце зайдет и очистится весь мир очистится не только этот человек это пророчество о том что когда Христос умер совершилось очищение всего мира он умирает как первосвященник потому что у него одежда первосвященника и объявляется полная амнистия а что это за состав зачем губку ее намочили в уксус смешанный желчью и подали ему пить это анестезия если человек такую губку обхватывает ртом начинает жевать вот этот напиток проникает в его организм туманится сознание это анестезия обезболивающая и он более легко умирает то есть это акт милосердия к распятому Христос отказывается попробовав он отказывается потому что он готов нести страдания за нас до конца после того Иисус зная что все совершилось да сбудется писание говорит жажду тут стоял сосуд полный уксуса а воины напоив уксусом губку наложив на Исоп поднесли кустам его в других Евангелиях говорится смешанный желчевый уксус когда же Иисус вкусил сказал свершилось то есть он не стал употреблять этот напиток и преклонив голову предал дух Христос умирает на кресте смерть Иисуса Христа на кресте это непостижимая тайна обычно христиане удивляются как Христос воскрес из мертвых но святые отцы удивляются другому как Бог мог умереть как слово которым был сотворен весь мир небо и земля умолкло на кресте ведь этим словом мир существует держится и если Господь прекращает диалог с любой частью творения оно сразу прекращает свое существование и слово умолкло на кресте Августин восклицает он имел власть отдать свою жизнь как о том сам свидетельствовал и он предал дух смиренно то есть преклонив голову и ему предстояло опять принять его через воскресение с поднятой головой это смерть и преклонение головы были деяниями великой силы как предсказано было патриархом Яковом когда он благословлял Иуду преклонился он лег как лев преклонением обозначен его смерть львом же его сила куда отправляется дух Христа он сходит в ад взявший на себя на свою душу человеческую все грехи мира он душею сходит в ад чтобы облистать ад сиянием божества и здесь очень важно вспомнить что в Иисусе Христе две природы он истинный Бог и истинный человек что значит он истинный человек у него было тело человеческое и человеческая душа в момент смерти душа выходит из тела а в Иисусе Христе божественной человеческая неразлучно нераздельно неизменно халкидонским определением хотя не слиянно а вот когда душа выходит из его тела божество осталось с телом или с душою отвечая на этот вопрос отцы церкви учат божество не отделилось ни от тела не от души поэтому душею сойдя в ад он облистал ад сиянием божества и когда мы созерцаем икону воскресения Христова именно православную икону мы видим как он как победитель выводит из ада души ветхозаветных праведников но так как тогда была пятница в пятницу вечером наступает суббота вспомним что день по еврейским понятиям начинается заходом солнца но так как тогда была пятница то иудеи дабы не оставить тело на кресте в субботу ибо та суббота была день великий просили пилата чтобы перебить у них голени то есть у них у распятых и снять их потому что надо было их снять и быстро похоронить до наступления субботы и так пришли воины и у первого перебили голени и у другого распятого с ним для чего перебивали голени когда человек распят на кресте он испытывает страшные судороги все тело содрогается но чтобы сделать вздох ему надо подтянуться на руках уперевшись ногами уперевшись ногами в эти гвозди в подножие и сделав такой тяжелый болезненный вздох он опять обвисает и чтобы не задохнуться опять подтягивается а когда перебивают голени ноги он не может подтянуться потому что не может упираться на перебитой голени и задыхается умирает от удушия Христос уже умер и так пришли воины и у первого перебили голени и у другого распятого с ним но придя к Иисусу как увидели его уже умершим не перебили у него голени о пасхальном агнце так и сказано кости его не сокрушай кости его не сокрушай но один из воинов копьем пронзил ему ребра и тот час истекла кровь и вода ударом этого копья римский воин открывает вход в тело Христова а что такое тело Христова церковь есть тело Христова а как войти в церковь в тело Христова через таинство крещения вода и таинство святого причастия кровь таким образом воин ударом копья отверзает вход в тело и мы входим через крещение и святое причастие Тот час истекла кровь и вода, и, видевшись, засвидетельствовал, и истинно свидетельство его. Он знает, что говорит истину, потому что он видел, и он это видел всё сам, дабы вы поверили. Ибо сие произошло, да сбудется Писание. Первое. Кость его да не сокрушится, возряд на того, которого пронзили. Из него сделали зрелище, он висит на кресте, истекая кровью, кровь и вода сочатся из его ребра, и это и есть начало церкви. Святитель Иоанн Златоуст восклицает, когда воин ударил копьём под ребро, остановилось движение вращающегося меча, который был поставлен у райских врат, чтобы никого не пускать. Ангел стоял с огненным мечом вращающимся, но удар копьём под ребро, кровь и вода, и это копьё останавливает движение меча Херувима, а теперь вход в рай открыт через крещение и через святое причастие. О святое причастие мы читаем, что ими же, то есть святыми дарами, мы обожаемся. Не просто спасаемся, избавляемся от власти греха, а в человеке восстанавливается подобие Богу, как Бог и создал человека по образу и подобию своему. И самое последнее, после всего Иосиф из Аримафеи, это тайный ученик Иисуса Христа, ученик Иисуса, но тайный, из страха от иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса. Плащаница принадлежит Иосифу, гроб принадлежит Иосифу Аримафейскому, этому богатому человеку. И Пилат позволил, Пилат считал, что Иисуса несправедливо приговорили к казни. Он пошёл, то есть открыто на глазах людей и снял тело Иисуса. Тело Иисуса снимают в присутствии Девы Марии. Пришёл также и Никодим, с которым Христос говорил о рождении свыше. Он тоже уже не таится. И принёс состав из смирны и алоя, литр около ста. Это дорогой состав. И так они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи. На том месте, где он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором ещё никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы иудейской, потому что гроб был близко. То есть они спешили, наступала суббота, а в субботу ничего нельзя было делать, поэтому тело его не обмыли. В субботу все пребывали в покое. И только, как только суббота кончается, жёны Мироносицы выходят, чтобы прийти помазать его тело. Но они становятся свидетелями уже чуда его Христово Воскресения. Комментарий блаженного Августина. Как в очреве Девы Марии не был зачат никто ни до Него, ни после Него, так и во гробе этом никто не был погребён ни до, ни после Него. Иероним Стридонский пишет, задолго до того, как в этот гроб проложил дорогу Иосиф Аримафейский, «Слава этого места была пророчена Исаией, и покой его будет слава», то есть место погребения Господа будет почитаемо всеми. И действительно, покой его будет слава ко гробу Господню. В древние времена крестоносцы пробивались боями, сейчас во множестве, до сих пор каждый год туда приезжают люди, чтобы приложиться ко гробу Господню. И я помню, когда первый раз я оказался в квукле гроба Господня, приложился к нему, то я ощутил в своей душе вот то же самое, что я ощутил, когда впервые прочитал Библию от начала до конца. И вот, когда выходишь из квукли гроба Господня, такая мысль, теперь можно и помереть. Я был у гроба Господня, я прочитал Библию, жизнь как бы имела смысл, вот какая-то полнота возникает. Действительно, это особое место. И закончим мы сегодняшнюю беседу словами Златоуста, который пишет. Устраивается так, что Христос положен был в новом гробе, где никто не был положен, чтобы в воскресенье не было приписано кому-нибудь другому, лежащему вместе с ним, и чтобы ученики из-за близости места легко могли прийти и стать зрителями случившегося, и свидетелями погребения были не только они, но и враги. То, что на гроб были наложены печати, и приставлено стража из воинов, было свидетельство погребения, поскольку Христос хотел, чтобы и оно было не менее достоверно, чем воскресенье. Поэтому и ученики ревностно стараются доказать, что он умер, ибо все последующее время должно было стать подтверждением его воскресенья. А если его смерть была бы тогда сокрыта и не стала совершенно известной, то это могло бы повредить слову о воскресенье. Но не только потому случилось так, что он был близко положен, но и для того, чтобы обнаружилась лживость молвы о похищении его тела. Итак, Христос положен во гроб, к гробу привален камень, гроб – это пещера, наложены печати пересвященников, поставлены храмовые стражи. Удержит ли смерть Сына Божия во гробе? Об этом поговорим в следующий раз, если будем живы, и Господь позволит. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...